Слушайте, вот эти два персонажа, Петров и Баширов, они же Чипига и Мишкин, такие смешнючие. Постоянно где-то парятся и постоянно их отмазывают затем на самом верху, причем криво, не в попад. Вот и в этот раз в ответ на расследование Христа Грозева-Песков начал лепить какого-то горбатого. Будь то бы ничего, никогда не слышал об этих людях, не работали они в кремлевской администрации, Грозев это утверждает. И вообще откуда ребята взялись, он понятия не имеет. Удивительный все-таки толмачо, Владимир Владимирович, о чем не спроси, всегда они в курсах. Я не впервые об этом слышу. Нет, нет, нам об этом ничего не известно. С преступником Фонтиком я не знаком. А между тем напомню, что господа Чипига и Мишкин давали большое интервью каналу Russia Today после скандала с отравлением Сергея Скрипаля в Лондоне. Тогда они тоже спалились. Если кто-то не знает, докладываю. РТ это такая контора, где бесценных указаний со старой площади муха не пролетит. То есть там нельзя взять и снять интервью с кем тебе захочется. Все кандидатуры всегда согласовываются с ведомством Дмитрия Сергеевича. Это первый момент. И второй. Если мне не изменяет память, господа представлялись в тот раз экс-сотрудниками одного из самых засекреченных спецподразделений в мире. Да, я ГРУ имею ввиду. А поэтому, ну на кого сей бред рассчитан? ГРУ это не парикмахерская. Его сотрудники даже бывшие не могут просто так ходить по телеканалам и болтать языком направо и налево. О чем вы, господин Песков? Начинаем! Хотя, чего я удивляюсь? Давайте вот из свеженького или из личного историю вам расскажу. Дело было вот в этом самом кафе, где я снимаюсь. Это кафе советского быта, разумеется, стилизовано под ресторанчик советского времени. Все, что здесь происходит, так или иначе завязано на образах, связанных с СССР. В том числе музыка старая советская играет. И вот работает в заведении молодой мальчишка, официант, ему лет 20. Учится в училище на повара, подрабатывает, значит, официантом, опыта набирается. Короче. Сидела как-то компания, попросили гости парнишку поставить что-нибудь из репертуара Магомаева. После того, как человек ответил людям, у меня глаз задергался. А я не знаю, кто такой Магомаев. Твою мать, что происходит в системе человеческих ценностей? Мы не знаем своей истории. Мы не знаем своей культуры, как выяснилось. Я почему-то даже уверен, что пацана этого бесполезно спрашивать о Мусорском. Или о Радищеве. Или о Пришвине. Про эти хуны подавно слыхать не слыхивал. Да что там история с культурой? 9 из 10 пользователей в соцсетях пишут с ошибками. Чему этих людей учат в школе на протяжении 11 лет? Что они там делают? Выходят как из тюрьмы. Знаний ноль, даже элементарных. Зато два десятилетия систему образования улучшаем. Кучу денег туда врюхали. На выходе пустота, как и в головах выпускников в принципе. Урок алгебры в 16-й школе Красногорска. Это Денис, Микаэль и Дженна. И хотя сидят они за соседними партами, выпускные экзамены будут сдавать совершенно разные. Все потому, что правила в этом году изменились. Дети, которые будут поступать в высшее учебное заведение, в обязательном порядке будут сдавать единый государственный экзамен. И те, кому необходимо, профильную математику. Те, кто не планирует поступать в высшее учебное заведение, например, для себя выбирают колледжи, трудоустройства, может быть в армию пойдут юноши. Итак, самое важное изменение. ЕГЭ теперь сдавать будут не все. Дженна не планирует поступать в ВУЗ. Она выбрала британскую школу в Москве. Там не требуют результаты единых государственных экзаменов. Там конкретно нужен аттестат, чтобы показать то, что у меня есть образование, вот собственно, среднее. Действительно. Зачем какие-то экзамены? Агу, агу сказать можешь? Могу. Все, выпускаем. Главное, чтобы в будущем, дорогой Буратино, ты крестик в избирательном бюллетене сумел нарисовать там, где нужно. А можно галочку? Можно и галочку. Молодец. Золотую медаль тебе за это дадим. Друзья, вам не страшно? Ведь когда-то мы с вами станем старенькими и немощными, и эти люди будут заботиться о нас, создавая для нас условия, в которых нам придется доживать свой век. И так ведь 20 лет мы с вами потеряли, мы не живем по-человечески и нежели. Мы все время выживали, то есть вот у меня, например, детство и юность украли, молодость украли. Теперь вот зрелость и старость хотят украсть. Когда мы уже поймем, наконец, в жизни вторых таймов не бывает. Она дается человеку только один раз. Переиграть ничего нельзя. Неужели учителя в это не врубаются? Неужели родители не догоняют? Не хочется высокопарных слов, но все равно скажу, дети, это действительно наше будущее. Это фундамент, если хотите, от того, насколько прочным мы сегодня тот фундамент сделаем. Будет зависеть, насколько прочная окажется вся конструкция под названием «Моя», «Твоя» или вот «Ее», «Его» жизнь. Это реальная журналистика. Опять о грустном сегодня. Поехали! Кстати, пока темы далеко не ушли, а вы видели рекламу с Данилой Козловским? По ящику сейчас с утра до вечера крутят. Рекламируется оператор сотовой связи из «Большой Тройки» и посыл там буквально следующий. Начинаются долгожданные летние каникулы. Скорее всего, вы повезете своих детей на дачу. Не забудьте взять туда для них интернет от нашей компании. Я когда этот ролик посмотрел, обалдел вообще. Вы серьезно? То есть я повезу своих детей летом за город. Не для того, чтобы они там воздухом дышали, по лесу гуляли, на речку купаться ходили, да в конце концов на великах гонялись с другими детьми. Я их оказываю. Цевизу на природу, дабы они как дебилы до 31 августа с телефонами в обнимку сидели. И так ведь уже жду не дождусь счастливого момента, когда однажды в ЗАГСе будут регистрировать такие вот браки. Согласна ли ты взять себе в мужья этот смартфон и жить с ним, пока не устареет данная версия андроида? Субтитры сделал DimaTorzok Нет, я совсем не против высоких технологий. Прекрасно понимаю, что они пришли в нашу жизнь навсегда. И во многом интернет людям помогает. Сегодня, например, не нужно идти в библиотеку, чтобы заполнить какой-то пробел в своих знаниях. Там же в сети можно найти инструкцию и даже видеоинструкцию о том, как вкусно пожарить курицу или как-то что-то отремонтировать в доме. Фильмы, почта, бизнес-приложения, соцсети и сайты знакомств. Это все прекрасно. Но я-то сейчас говорю о замене реальной жизни на виртуальную. Я знаю таких людей, которым просто неинтересно находиться вот в этом вот мире с нами. Они не ходят на свидания. Они не общаются вживую с друзьями, с буквами на экране. Таким людям общаться прикольнее. И вот это уже беда. Они проживают чужие жизни, живут жизнями каких-нибудь блогеров. Тратят сумасшедшие деньги на какое-то виртуальное барахло. За какой-нибудь виртуальный танк человек треть своей зарплаты отваливает и радуется за стикеры, за прочий ненужный хлам. Ты поздравил свою девушку с днем рождения? Да, ей букет цветов отправил. Когда? Да только что в одноклассниках. Господа, ну это же ненормально. Что дальше? Виртуальный секс? Виртуальные семьи? А потом и вовсе аватары вместо нас по улицам ходить начнут. Да что ты, черт побери, такое несешь? Ладно, не будем о грустном. Давайте сначала о глупом. Удивительная новость. Прямо в начале сезона прилетела. В России ужесточили правила сбора грибов и березового сока. Теперь для сбора сока, например, даже для личного потребления придется арендовать участок леса. Оформить все как положено. Собирать полезный напиток можно только в зрелом лесу. А начинать заготовку только если точно уверен, что до плановой вырубки деревьев в этом месте осталось не более 5 лет. Грибникам, правда, жизнь в отличие от сборщика соков сделали попроще. Грибы, ягоды и орехи для себя. Граждане смогут собирать без договоров на аренду лесной территории. Но вводятся определенные требования к размерам тех грибов. Нет, я это все-таки дочитаю. Короче, допустимо собирать сыроежки, лисички. Маслята и опята с диаметром шляпки от полутора сантиметров меньше нельзя. Для благородных грибов, таких как грузди, волнушки, белые абабки и красноголовики, установлен другой стандарт. Шляпка должна быть не более 2,5 сантиметров в диаметре. В общем, берите линейку. Господи, какой идиот все это придумывает. И бог с ним придумывает. Какой-то ущербный. Ведь такие вещи в думу таскает. Хорошо, хоть в мин природы одумались. Отозвали эту глупость. Ну и чтобы не на грустной ноте, есть у меня для вас и хорошая новость. Так вот, признанный иноагентом. Псковский журналист Камалягин перевел деньги губернатору, мэру Пскова, местному депутату Госдумы, а также двум бюджетным структурам, издающим окологосударственные СМИ. Указал все это в отчете для Минюста. А по закону об иноагентах, если эти ребята захотят пойти на выборы, они обязаны будут отразить данную информацию в своих агитационных материалах. Ну что, связанных с иностранным агентом данная информация должна, кстати, занимать не менее 15% рекламной площади. Браво, Денису, за креатив. Аплодирую стоя. Ну и это была реальная журналистика сегодня. Вот так. Подписывайтесь на наш канал. Лайки, репосты приветствуются. Это поможет продвижению видео. В соцсетях тоже жду. Друзья, добавляйте с темы, предлагайте, поднимем, обсудим. А я за Сим спешу откланяться. Пока. Пока.